В Читинской поликлинике номер 7 с утра многолюдно. После начала эпидемии ОРВИ и гриппа поток пациентов увеличился. 700 человек в день в стационаре и плюс еще несколько десятков на домашнем лечении. Выездные бригады работают с утра и до последнего вызова. Чтобы избежать распространения инфекции еще и в лечебном учреждении, в поликлинике обустроен специальный фильтр поступающих пациентов. А контроль читинцев, которые наблюдаются у врачей по другим показаниям, ведут координаторы здоровья по телефону. В связи с повышением заболеваемости по городу, читая по Забайкальскому краю, респираторно-вирусной инфекции, все поликлинические подразделения клинического медицинского центра переведены на усиленный режим работы. При входе в поликлиники в любое подразделение организованы фильтры. Они организованы для разделения потоков на пациентов. То есть пациенты с признаками катаральными, интоксикацией, отправляются в развернутые гриппозные отделения, где принимает дежурный врач. При необходимости дежурный врач, естественно, оказывает всю неотложную помощь, назначает лечение, выписывает больничные листы. Пациенты у нас остаются чисто на одном кабинете дежурного врача. Более всего риску заболеть подвержены студенты и работающие граждане. А самым надежным способом избежать заражения все так же является своевременная профилактика. Конечно, в сезон эпидемии уже идут необходимые методы. То есть такие, как мытье рук, частое, стараться не трогать слизистый глаз, носа, проветривание комнат в кабинетах, рабочих мест, своих домов, влажная уборка, прием неспецифической профилактики, это противовирусный, прием противовирусных препаратов, усилить прием в пищу продуктов, богатых витамином С в первую очередь. Конечно, профилактика, дело не одного дня и не двух дней, она направлена на повышение защитных сил организма. Это монотонная, длительная работа ежедневно, ежегодно. В первую очередь это вакцинация от гриппа, которая проводится в медицинских учреждениях, в поликлинических подразделениях с сентября по октябрь. Прогнозы завершения эпидемии пока давать рано, говорят специалисты поликлиники. Поэтому советуют читинцам не пренебрегать мерами профилактики. А тем, кто уже заболел, рекомендуют минимизировать контакт с окружающими и при первых симптомах гриппа или ОРВИ просто остаться дома и вызвать врача. Анна Хвостова, Анатолий Тюльнев. Время новостей.